Всем привет, дорогие друзья. Некоторое время назад мы совершили поездку в Турцию. Своей командой и плюс к нам присоединилось определенное количество людей в общей сложности. Нас было 38 человек. И мы совершили поездку в Турцию по семи церквям. Ну и заезжали также в другие места. Это была не только молитвенно-ходатайственная поездка, но и также поездка, где мы могли евангелизировать, раздавать на турецком новые заветы и, соответственно, служить людям в дарах Духа Святого. На улицах исцелением, словом знания, словом мудрости, пророческим словом и так далее. Общее время этой поездки было в районе 10 дней. К чему, дорогие, я все это говорю? У нас намечается еще одна поездка. Эта поездка будет в конце октября, а вернее 28 октября. Мы уже стартуем с нового аэропорта Истамбула. И в течение 10 дней будет эта поездка. Поездка будет совершаться по местам апостольской боевой славы, то есть по местам некоторым, где апостол Павел непосредственно путешествовал и служил и проповедовал Евангелие. У нас есть около 10-15 мест все еще для этой поездки. Некоторые люди, которые думали, что они поедут по тем или иным причинам, они не смогли. И мы хотим опять взять в районе 30 человек. У нас уже 20 с чем-то есть. И возникло такое предложение сообщить. Возможно, некоторые из вас, которые будут слушать, заинтересуются. Но это, конечно, не только для тех, кто заинтересуется, а для тех, кто будет молиться и получит одобрение. Ну и, соответственно, для тех, кто имеет определенные финансы поехать в поездку в Турцию. Если вкратце описать наш маршрут, это будет... Мы стартуем с Истамбула. Мы будем в Хатусе. Хатусе – это столица Хитейской империи. И Хитейская империя – это тот народ, который упомянут в Священном Писании. Который израильтяне – один из тех наций, семи, которые израильтяне выгнали. Также мы будем в Каппадокии. С Каппадокии мы отправимся в Тарсус. Тарс, где апостол Павел был рожден. Оттуда мы проедем Дервию, Листру и Иконию. Те места, где также апостол Павел был. И после этого мы спустимся в южную часть Турции. Скорее всего в город Каш. И побудем один день у Средиземного моря. И потом отправимся в Истамбул. И в Истамбуле еще два дня мы будем там. То есть общая поездка – это будет происходить в течение десяти дней. Конечно, мы желаем видеть людей, которые дисциплинированные, которые достаточно зрелые, чтобы влиться в команду. И, как говорится, быть участником этого дела – это не только молитвы с утра и до вечера, но и также возможность людям посмотреть эти определенные части Турции, если они там еще не были. То есть мы, как небожители, любим совмещать приятное с полезным. Еще раз, может, для тех, кто именно спрашивает, почему вы регулярно не выходите в эфир на Ютубе. То есть есть на это определенные причины. То есть ничего плохого ни с кем нет. Просто очень сильно, как я уже говорил в предыдущих, как говорится, был занят школой. Уже у нас была пятая школа, заканчивается пятая школа. Вот непосредственно углубленные всякие курсы, учения и взаимодействия, и практики. Ну, поэтому посмотрим, может, в будущем будет возможность выходить и с чем-то делиться. Ну и, конечно, мы хотим некоторые, которые мы видим, будут более понятными для большинства, большого количества людей, определенные учения или какие-то практики мы обязательно хотим выложить на Ютуб также. Поэтому, если у кого откликнется на сердце, добро пожаловать. Какие протоколы следующие, что если вы заинтересовались, в описании нашего канала есть контактный телефон Олега Борисовича Хамзина. Созвонитесь с ним, задайте вопросы. Он конкретно, ясно и четко объяснит условия поездки. И, соответственно, людям, которых мы не знаем, нужно будет пройти соответствующее собеседование. Потому что это не историческое, просто вот поездка по святым местам. Благословений всем вам с Господом. Благословений всем вам!